Добрые примеры Я хочу сегодня из Слова Божия вместе посмотреть, что такое добрый пример И что Слово Божие говорит о примере, который мы можем иметь в своей жизни Или примеры, на которые мы можем обращать внимание вообще в своей жизни И хотелось бы мне начать с одной такой, ну отчасти шуточной истории, но которая могла бы быть Пастор ремонтирует забор Рядом стоит соседский мальчик и внимательно на него смотрит Пастор спрашивает своего юного соседа Ты, наверное, хочешь мне помочь? Нет, говорит сосед Может быть, ты хочешь посмотреть и поучиться, как ремонтировать забор? Нет, говорит мальчишка А чего же тебе тогда нужно? Я хочу послушать, что будет говорить пастор, когда попадет себе молотком по пальцам Знаете, конечно, эта история шуточная Но с другой стороны, в ней достаточно глубокий смысл Ведь мы правда учимся не от того, что люди говорят по-настоящему А от того, как они поступают, правда? И знаете, мы учимся именно в те моменты, когда происходит что-то хорошее или что-то не очень хорошее Когда радостное в нашей жизни есть, и мы видим, как люди реагируют на это Или когда происходит что-то печальное на самом деле И мы тоже смотрим на то, как люди реагируют на это Слово Божие говорит о том, чтобы мы радовались с радующимися и плакали с плачущими Но часто ли так происходит? Мы смотрим на жизнь человека, и когда у него тяжелые обстоятельства Мы смотрим, как он реагирует на то, что происходит в тяжелых обстоятельствах И это показывает нам, Слово Божие проявляется зачастую вера человека По что он верит, за кем он способен идти, что он будет делать Ну, впрочем, как и в этой истории Наверное, каждый, кто однажды забивал гвозди Хотя бы раз попадал себе молотком по пальцу И что вы в этот момент говорили или делали? Проявляет, по сути своей, то, что внутри нас есть Этот мир, он настолько удивителен А что люди много говорят Ну, впрочем, и я сегодня говорю Наверное, я буду говорить много или нет Будут ли это просто слова Или за этими словами что-то стоит На самом деле покажет жизнь Я сегодня не смогу показать какой-то пример из собственной жизни Но, знаете, наша жизнь, дальнейшая наша жизнь Она будет проверять те слова, которые, в частности, говорю я Она будет проверять те слова, которые мы говорим другим людям И больше люди будут смотреть именно на дела наши Но, знаете, в чем дело? Жизнь, она проверяет наши убеждения Жизнь, она проверяет то, на чем мы строим свою жизнь Какие наши внутренние убеждения Нам вчера довелось Вернее, мы гуляли с женой И зашли в Эрмитаж Сибирь Там сейчас идет выставка История портрета И первое, что мы в первом зале Что мы увидели Мы увидели в основном бюсты Даже не портреты, а именно бюсты Скульптуры различных людей Эпохи Египта Потом греческого времени Римской истории И когда ты просто проходишь Смотришь на эти вот Извояния На этих людей, которых уже давно нет То, ну, как бы ты себе что-то представляешь Там есть таблички Ты читаешь, кто это сделал Что это за человек И как-то вот смотришь на это все Ну, просто думаешь Вот умели же люди делать Не знаю, как современное искусство И что люди делают в современности Но получилось так, что Когда мы ушли во второй зал Вдруг пришел экскурсовод В первом зале проводить экскурсию И нам смотритель зала второго Говорит, идите, идите, посмотрите Обязательно послушайте Сейчас она будет говорить И я пошел послушать эту женщину И она начала рассказывать Уже по той экспозиции По которой я прошел И я понял, что Когда я ходил один и смотрел Я что-то упустил Нет, я знаю Те исторические данные Которые она приводила Времена Египта Времена Греции Рима Я помню эти даты Знаю имена этих людей Которые она говорила Но она начала обращать Внимание На какие-то вещи Которые на самом деле Касаются человека И такое ощущение Что история, она повторяется И она начала говорить о том Что знаете Люди говорят громкие слова И эти слова Все отчасти забывают Вот в портрете Того времени Есть нечто Что сегодня похоже Одинаковые образы Одинаковые позы людей Люди показывают что-то И сегодня мы подобные вещи Можем встречать Ну, наверное В нашей политике Или когда кто-то смотрит Телевидение Или вот те громкие заявления Такие популистские заявления Которые делают Какие-то значимые люди И такое ощущение Что люди под копирку Что-то говорят Вы знаете В временах В тысячелетиях Это уже было Ничто не меняется Но на что она обратила внимание Она сказала Слова этих людей Редко кто помнит Если только это было Что-то такое весомое Для человечества На портреты этих людей Смотреть иногда скучно Потому что они однообразны Но история помнит Что они делали И об одном скажут Что-то доброе Что он сделал А о другом человеке Ничего доброго не вспомнят И будут смотреть На этот его портрет Как например Человека Который в своей жизни Поступал неправильно Как мы поступаем Это пример нашей жизни И это на самом деле Является То тем Что люди ценят По-настоящему Пример Пример который мы можем Показать Тем людям Которые нас окружают Я из своей жизни Вспоминаю пример Потому что Вся наша жизнь Она связана с этим Я вспоминаю людей Которые оказали Определенное влияние На мою жизнь Впервые Встретившись С верующим человеком Я бы сказал так По-настоящему верующим Или серьезно верующим Чей пример Меня коснул Коснулся Это первый пастор Нашей церкви Сергей Николаевич Я с ним встретился Не здесь Я не знал Бога Хотя к тому моменту Уже прочитал Библию Что-то в моей жизни Происходили И однажды Просто на своей работе Я вернулся на работу С объекта И мне сказали Что с директором Фирмы В которой я трудился Сидит Разговаривает Какой-то человек И уже два часа Разговаривает Я удивился Я подумал Но О чем могут разговаривать И зная своего начальника Что он ни с кем Не разговаривает Так долго Ему это не интересно У него на все Было свое мнение И вообще считал себя Самым умным человеком Но два часа Он с кем-то сидел Разговаривал Потом из кабинета Вышел человек Я его запомнил В лицо И ушел Он поздоровался Он был вежливый И он Он просто ушел Но у нас в кабинете Появилась Библия Я эту книгу уже знал Хотя на тот момент Она еще ничего не произвела Как мне казалось В моей жизни Я спросил А что за человек был Мне рассказали о том Что это священник Что они вот Кормят детей На тот момент У нас достаточно много На улицах было детей Которые были беспризорные Церковь их кормила И вот пастор ходил По различным организациям К неверующим людям приходил С одной стороны Проповедовал о Боге С другой стороны Предлагал поучаствовать В том добром деле Которое делает церковь И знаете И подобное цепляет Я подумал Интересно Зачем им это надо Потом Спустя наверное Несколько месяцев Моя жена Пережила встречу С Богом И впервые Позвала меня сюда В Дом Божий Я помню Что я вот Сидел где-то вот там И знаете И сначала Ты слушаешь Что говорят Поют песни Молитвы И все это Как-то непривычно Потому что наверное Ну много русских людей Сталкивались С православной церковью Кто-то бывал в храмах И там немножко Устройство богослужения Другое Но когда все вот Прославление Молитвы закончились Вышел проповедник И первое Что я вспомнил Об этом человеке Я его знаю Он ходит По организациям Просит поучаствовать В том Чтоб кормили детей Я думаю Так это наверное Хорошие люди Знаете Был какой-то пример С которым я столкнулся Еще несколько раз Я приходил в церковь Но потом Бог зацепил Мое сердце И я стал постоянно Приходить в дом Божий Через какое-то время Супруга предложила мне Чтобы у нас была Домашняя группа То есть приходили Верующие люди Собирались у нас И я смотрел На этих людей Сначала Ну как бы Немножко Странно То есть думаю Интересные люди Вот им надо в воскресенье А это было После общего собрания Вечером Они еще собирались Они приходили к нам домой И я с ними разговаривал Я слышал что они говорят Но знаете Один человек Зацепил мое сердце И не тем что он говорил А то как он поступал Он уже в вечности В этом году он ушел в вечность Именно тогда я потерял свою работу И мне Ну необходимо была Другая работа Чтобы Как-то обеспечивать Свою семью Этот человек Позвал К себе Он устроил встречу Со своим руководителем И меня взяли туда На работу Но у нас На моей новой работе Было правило Нужно было Каждому сотруднику Несколько раз в месяц Дежурить по вечерам Вернее ночью У нас не так много охраны Было на базе Но и каждый из офисных сотрудников Хотя бы раз в месяц Ночью дежурил И попадалось так Что мы вместе с ним дежурим Я думаю Что это было не случайно И знаете как бывало Человек Ну ты же не будешь Просто так сидеть Ни о чем не разговаривать О чем-то нужно говорить И вечером Когда уже все расходились Вот мы оставались Одни Он говорит Слушай Ну что ты сегодня Библию читал А я только-только Вот Начал посещать церковь И честно говоря Мне было стыдно Сказать что нет Не читал Мы всегда говорим В собрании Людям Которые впервые пришли Что есть три важных Вечи в жизни Нужно Библию начать читать Нужно Молиться перед Богом Нужно посещать собрание Ну вот Собрание я посещал Изредка молился Все знаете Как начинается Наверное С молитвы за еду А куда деваться Особенно когда у тебя В доме есть верующий человек Ну вот с Библией Ну как-то не складывалось Я такой думаю Ну я прочитал ее раз Что там еще читать И знаете И может быть Кто-то другой бы Он Ну так укоризненно бы сказал Ну надо читать Библию А Игорь Такое ощущение Как будто он Просто не Не увидел ответа моего Не услышал Ну и все равно Он говорит Слушай Я сегодня читал Хочу с тобой поделиться И полночи Мы с ним читали Библию Мы размышляли о том Что здесь написано О примерах Которые там рассказываются И знаете Вот через такое Простое Общение С человеком Божьим А по-другому Я не могу его назвать Я вдруг полюбил Углубляться В Слово Божье И это были Не просто слова Которые были сказаны Тебе надо читать Библию Это был пример Человека Который просто В те редкие моменты Когда мы с ним Оставались вдвоем Он брал слово И вел меня В глубину этого слова И это стало Добрым примером Для меня Я хочу вместе с вами Открыть местописание 1 Фессалоникийцам 2 глава 8 стих 1 послание Фессалоникийцам 2 глава 8 стих Апостол Павел Говорит следующее Так мы Из усердия к вам Восхотели передать вам Не только благовестие Божье Но и души наши Потому что Вы стали нам Любезны Это Слово Божье В котором есть сила Как было сказано Уже сегодня В котором есть Определенный Пример И апостол Павел Говорит Мы восхотели Передать Не только Благовестие Он говорит Мы захотели Не только Сказать о том Что Бог Любит вас Но он говорит Но души наши Знаешь Апостол Павел Говорит Мы захотели Поделиться с вами Примером Своей жизни Мы захотели Поделиться тем Как мы живем И как мы строим Свою жизнь Почему это так Потому что Апостол Павел Понимал Просто слова Сказанные Не подтвержденные Ничем Они могут Ничем И остаться Если за этим Не будет Определенного Примера Если за этим Не будет Доброго Примера А слушайте Слово Божье Научает Нас Что мы Как верующие люди Должны передавать Пример Другим людям А не просто Говорить о том Что Бог их любит Это должно быть Видно Жизнь у человека Но когда Ты еще Не умеешь Или не знаешь Как это делать У тебя Встает Другой вопрос И когда Тебе Передают Этот пример Правильно Или подражать Другому человеку Правильно Или просмотреть На этот пример И делать Так Как делает Этот человек Будет Ли это Благословением В твоей жизни И я хочу Вам показать И Слово Божие Некоторые Места Где говорится О том Что Подражать Другим людям Это суть Христианства То есть В христианстве Это есть И через это Мы научаемся Следовать за Богом И жить с Богом Во втором послании Фессалоникийцам Третья глава Седьмой стих Написано Следующее Ибо вы сами Знаете Как должны Вы подражать нам Апостол Павел Обращается К Фессалоникийцам Здесь В седьмом стихе Третьей главы Второго послания Фессалоникийцам Он говорит Ибо вы сами Знаете Как должны Подражать нам Послушайте Он Не сомневается В том Что им нужно Учиться От него Что этим людям Нужно смотреть На его Например Его жизни И поступать Под добрым Образом В евреях В тринадцатой Главе Седьмым стихом Написано Поминайте Наставников Ваших Которые проповедовали Вам Слово Божие И взирая на Кончину Их жизни Потому что это будет Изменять Людей в своей жизни Наступаешь Николай Ну как там Твои сыновья Ну и мы с ней Разговаривали Она говорит Помню Помню Стою в собрании У вас Идет прославление Смотрю Мальчишка у стены Стоит И ногой Так И думаю Чей же это сын А потом Смотрю Николай Стоит И тоже Так же Ногой Думаю Ну понятно Да он подошла Спросила Твой Я говорю Мой Сегодня на барабанах Стучит Топает Ногой Слава Богу Понимаете Но я такой думаю Интересно Это всего лишь Привычка Которая есть Ну как бы В жизни человека Я очень хочу Чтобы мои сыновья Подражали В вере моей Но это покажут годы Мне бы хотелось Чтобы божьи люди Они видели Добрые примеры Неплохое Я знаю Что плохое Мы всегда видим Неправильные поступки Мы замечаем Мы на них Иногда Очень сильно Акцентируем Внимание Но чтобы наша вера Возрастала Мне хочется сказать Ищи добрые примеры Которым стоило бы Подражать Апостол Павел Говорит о том Чтобы мы подражали Тем людям Чья вера Она проявлена И которая проявляется Во многих Таких Серьезных моментах И дети Они подражают нам И мы Как дети Божьи Следуем за наставниками Нашими И это Очень важно Исследователь Нового Завета И Знаток Греческого языка Пастор Рик Реннер Говорит о том Что слово Подражать Которое использует Апостол Павел В Новом Завете Это слово Нам отчасти знакомое Когда мы Смотрим на артистов На актеров Которые У которых Расскажены Лица Белым И они Имитируют Движения людей Мы их называем Мимами Да Там стоит То же самое слово Которое означает Буквально Человека Который имитирует Жизнь Другого человека Именно от этого слова Произошло Слово Мим И вот Апостол Павел Говорит Подражайте Буквально Копируйте Как в своей книге Пастор Рик Реннер Пишет о том Что значит Подражать Человеку Подражать Человеку Пишет он Не значит Лишь время От времени Поступать Как он Это означает Обращать Особое внимание На его мысли Слова Поступки Действия И привнести Его качества И привычки В свою собственную жизнь Просто задумайтесь Подражать Другому человеку То что имеет Ввиду Апостол Павел Это означает Обращать Внимание На мысли Человека Его слова Поступки Действия И что то Доброе То что вы видите Привнести В свою жизнь Чтобы это Стало Добрым Примером Для вас Послужило Таким хорошим Толчком В вере И следованию За Господом Еще он пишет Следующее Подражать Человеку Значит Думать И поступать Как он Копировать Его движение И интонацию Голоса Тот скажет Что это такое Послушайте Дети Начинают С этого И дальше Так подражать Сможет Только тот Кто сделал Это своей целью Знаешь Ты не сможешь Подражать Другому человеку Если это Не сделать Своей целью Но вопрос Правильно ли Подражать Просто людям Конечно Нет Слово Божие Говорит О том Что мы Не просто Подражали Людям Но мы Подражали Людям Веры Которые Поступают Так как Поступал Бо Христос Конечно Здесь мы Можем Вспомнить С вами Послание Апостола Павла Где написано В первом Послании Коринфянам Четвертой Главе Он говорит Эту фразу О которой Которую Никто Не может Просто так Обойти Стороной Первое Послание Коринфянам Четвертая Глава С пятнадцатого Стиха Апостол Павел Говорит так Ибо 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 Хотя У вас Тысячи Наставников Во Христе Но Не много Отцов Я родил Вас Во Христе Иисусе Благовествование Смотрите Он сначала Определяет Себя Как Отец Он говорит Я Отец Для вас Вы Дети И только После Этого Он Говорит Очень важную Фразу Поэтому Умоляю Вас Подражайте Мне Но Он не Останавливается Он Говорит Как Я Христу У него Есть Пример Для Подражания У него Есть Пример Которому Он Следует И Он Говорит Подражайте Мне Увидьте Во мне Христа И поступайте Подобным Образом Даже Если Мы Берем Это Слово Полностью Да Начни Копировать Образ Мысли Действий То Как Люди То Как Люди Поступают Но Как Поступает Божий Человек Ведь Он Это Не Сам Придумал Он Следует За Христом И Когда Мы Начинаем Подстраиваться Когда Мы Начинаем Идти Этим Путем Мы Начинаем Видеть Христа В Божьих Людях Мы Начинаем Понимать А Как Христос И Уже В Какое То Время Мы Способны Сказать Я Уже Поступаю Так Не Потому Что На Тебя Смотрю А Потому Что Я Увидел За Кем Ты Следуешь Написано Для этого Я послал К вам Тимофея Моего Возлюбленного И верного В Господе Сына Который Напомнит Вам О путях Моих Во Христе Иисусе Как я учу Везде Во всякой Церкви Смотрите Задача Тимофея Которого Посылает Апостол Павел Напомнить Верующим Людям В Коринфе Не просто Слова Апостола Павла Слова Можно передать И в письме Учение Можно передать И в письме Но он Говорит Он напомнит Вам О путях Моих Во Христе Иисусе Как важно Добрый Пример В жизни Верующего Человека Как важно Чтобы вокруг Нас Было Так называемое Облако Свидетелей В послании К евреям Мы читаем Об облаке Свидетелей Но там Больше Говорится О том Что Это люди Которые Уже В вечности И свидетельство Их жизни Для нас Является Примером Но это Облако Свидетелей Начинает Формироваться В нашей Жизни Когда мы Видим Того Или иного Человека И веру Его Уильям Баркли Комментатор Нового Завета В своих Комментариях Описывает Историю Из одной Церкви Рядом Со Священнослужителем Жил Человек Мужчина И священник Ему Проповедовал Иногда Говорил О Божьей Любви О спасении Но Точно так же Он проявлял Свою Свою Веру Делами Помогая Своему Соседу Благословляя Его жизнь Искренне Он Делал Все Что возможно Сделать Для ближнего Своего И знаете Спустя Время Этот сосед Пришел В церковь И сказал Дайте мне Какую-то Работу В церкви Потому что Я хочу Отблагодарить Иисуса Христа За его Человека Который Живет рядом Со мной Я такой Думаю Подожди Но Это же Пример Жизни И иногда Даже Говорить Может быть Ничего Не надо Но Ты можешь Проповедовать Жизнью Своей Апостол Павел Говорит Коринфянам Я вам Тимофея Посылаю Он напомнит Вам о путях Моих О том Как я поступал Как Христос Во мне Проявлялся И кто-то Мог бы Сказать Ну Ой Неинтересно Такая Вот Негордето Слеон Но История Показывает Нет Пример Его Жизни Это Пример Для Многих Христиан Которые Сегодня Пытаются Следовать За Богом Которые Сегодня Жизнью Своей Пытаются Прославить Бога И не Только Коринфяне Мы Сегодня Можем Следовать Этому Примеру Если Мы Говорим О Тимофее Тимофей Становится Добрым Примером Для Своей Церкви И во Втором Послании Тимофею Апостол Павел В самом Начале Этого Послания Знаете Говорит Я Вспоминаю О Нелицемерной Вере Твоей Которая Обитала В бабке Твоей Лаиде И матери Твоей Евники Послушайте Для Апостола Павла Он Говорит Тимофею Есть Добрый Пример В твоей Жизни Ты Мог Смотреть На Свою Бабку На Свою Мать Которые Передали Тебе Веру И Послужили Тем Добрым Примером И Сегодня Апостол Павел Говорит Я Вижу В тебе Эту Нелицемерную Веру Это Добрый Пример Жизни Человека Знаете Найдем Лима Эти Добрые Примеры Для Себя Сможем Лимы Стать Этими Добрыми Примерами В Жизни Других Людей Зависит Только От Каждого Из Нас Когда Мы Смотрим В Писание Мы Можем Найти Эти Добрые Примеры Когда Мы Смотрим В Писание Мы Можем Сами Подражая Христу Стать Этим Добрым Примером